Какие-то люди неизвестные применили к нам силу. Кто они, мы не понимаем. То ли это рабочие, то ли это рабочие с Олимпа. Полиция приехала намного позже. Полиция составила протокол, но, как говорится, что она в данной ситуации уже может сделать. Мы замекали туда в здание, мы искали там Иванова, кричали ему, выходи, давай поговорим, что происходит. Он где-то прятался в почке с цементом или не знаю где, мы его так и не смогли там найти. Это трусливого человека. Мы звонили на все телефоны, которые у нас есть. Это телефоны Хопцика, телефоны Денисова, телефоны Иванова. Мы писали им. В этот момент и позже, в течение нескольких часов, до сих пор, наверное, кто-то позвонился, ответа никакого не последовало. Из-за чего можно сделать вывод, что администрация специально вот эту прервала связь и не хотела никак вмешиваться в происходящее здесь. То есть предотвратить вот эту ситуацию администрация не хотела. Умышленно. Иначе бы они, конечно, бы ответили. Они бы приехали и могли бы остановить эту ситуацию. Потому что в данный момент у нас находится исковое заявление. В суде 31 числа будет первое заседание. Судья Васильева. И, видимо, чтобы не дожидаться суда, уже произошла вот эта ситуация. Ну, в ближайшее время будут, наверное, надеюсь, приняты обеспечительные меры о том, что на этой территории спорной не нельзя проводить никакие работы. Насколько это реально, я не знаю. По крайней мере, завтра в 9 утра в суде об этом будет решаться вопрос. Ну, задавайте какие-то вопросы. Просто еще я сегодня в суд ездил в Тушино, где пытался оспорить бесконечные отказы в праве проведения митинга нашей администрации. Сейчас ситуация дошла до того, что есть вот три согласованные точки у нас в городе. Согионы, юбилейные, текстильцы и вот, ну, и первомальцы. Значит, мы подаем на эти, значит, утвержденные точки Московской области, но получаем отказы такие, что, типа, там все время проходят спортивные праздники, и, пожалуйста, проводите когда-нибудь в какое-то другое время. Суд, к сожалению, посчитал, что наши конституционные права в этом случае не нарушены, поскольку администрация все-таки сделала нам предложение. Но оно, конечно, как плевок в лицо к нашему счету вообще всему городу и всем гражданам. Кто хочет меня, о чем спросить, спрашивайте, и кто хочет высказаться, выходите тогда сюда. Рома, это самое... Вопросы в том, что происходит в нашем городе и в том, что вытворяют здесь наши муниципальные власти во главе с Александром Ходыревым уже невозможно. Нам нужна какая-то специальная комиссия, ведомств, жировых, прокурорских, которые бы разобралась в том, что происходит в нашем городе. Почему жители отбирают дворы, почему жители отбирают зеленые зоны, почему им не говорят о том, что они лишаются своих дворов, почему их обманывают, почему их потом бьют и выкидывают из-за забора, из-за той территории, которую они считают своей. Сейчас к вам обращаются жители дома по улице Карла Маркса, 12. Говорите. Владимир Владимирович, я прошу вас проверить, без действия Следственного комитета и Бастыркина, по поводу вот этого вот нарушения закона, мы обращались в Следственный комитет, никаких мер до сих пор не принято. Чем занимаются Следственный комитет и Бастыркин? Он покрывает преступления Ходырева? Когда принимали разрешение, когда утверждали разрешение на строительство, то нам всем говорили, что будет в рамках действующей территории. При этом, совершенно как вор украли от всего населения дома, украли и отрекали нашу территорию, не поставив никого в известность. Конечно, мне хочется сказать про то, как мы себя в власти нашего города приобщили с инициативной группой. Много раз, пока, нам обещали, что пока не будет разрешен спор, забор передвигаться не будет. Сегодня я лично пыталась дозвониться до отцов нашего города, напрямую. Мне было сказано, что мне перезвонят. С тех пор тишина, телефон выдуман отправлен в черный стиль. Отвечания за свои действия и свои решения нет. У меня все. Я подал суд на администрацию, чтобы можно было хоть как-то обрешить вопрос по данному участку. Нас отодвигали в течение трех месяцев. Наконец, было назначено на 31 число слушания. И за две недели произошло вот такое вот происшествие. Давайте, кто еще скажет. Я подалю, что у нас другой город, это же самое, что я. Нома администрация, швак на приговоры, обещала на телевидении, на камеру, на свои обещания, что теперь, напротив, подловая подъемка будет в детский садик. Мы писали в прокуратуру в Казахстане, мы писали обращение к нашему месту. Мы губернатор, везде пришли отписки, делали вид, что нарушение наших прав не заметили. Наркозы отняли, которые были в ворах, без всяких слушаний. Их тоже не сказали ничего об этом. Мы очень надеемся на помощь. Я обращаюсь к вам, Владимир Владимирович. Мы граждане, мы за чистоту наших дворов, понимаете? Потому что мы не доверяем непонятным людям, которые расшатаются здесь. Продолжение следует...